Всем добрый день, с вами Надежда Эггерс, я Realtor Century 21 и сегодня я хотела показать вам не этот дом внутри, он уже продан, мы немножко тут заступили на чужую землю, но я хотела показать вам пример, так сказать, флипа, это когда покупают достаточно дома в плохом состоянии, вкладывают деньги и продают за большую цену, то есть этот дом, конечно, не был куплен за малые деньги, он был куплен за полтора миллиона, в него вложился еще миллион и продался за три с половиной, продался буквально за неделю, то есть он просто улетел. А в каком году продался? Это было в прошлом году, то есть он купил в прошлом году, буквально там в течение 6-7 месяцев все там тоже переделал. Почему я хотела показать этот дом, потому что мы сейчас едем смотреть такой же элитный флип в Celebration, Флорида, и вы посмотрите, естественно, это разные стили, это дом больше Медитеррэнен, средиземноморский стиль, а тот дом выглядит больше как дворец принцессы, вот, но я просто хотела сказать, что такие проекты есть, пусть они не дешевые, это не 200-300 тысяч долларов, да, вложил 50, да, и продал за 400, да, вот, это проекты как бы на другие суммы, но... Но и выхлоп хороший обычно бывает. У них выхлоп хороший, и они продаются, они действительно продаются, так что поехали посмотрим другой дом. И мы сейчас находимся в прекрасном маленьком городе Celebration, город-праздник, который был построен Диснеем, вот, и смотрите, какой у нас сегодня прекрасный объект, похож на замок принцессы. В стиле Диснея. Да, посмотрите. Вот, я хотела сказать быстро по поводу этого дома. Это был эксклюзивный дорогой флип, который был куплен за тысячи, за миллион семьсот долларов, был вложен еще миллион, и сейчас он продается за 2 900. Да, что-то маленький навар получается. Значит, меньше миллиона было вложено. Да, ну, приблизительно. Да. Потому что я знаю этого инвестора, он всегда... Хороший навар хочет поиметь. Да, у него всегда хороший навар. Значит, он вложил меньше-меньше, как бы, миллиона. Обычно его сумма приблизительно такова. Смотрите, какая гираночка. Здесь можно вечером посидеть, побалдеть. На соседей посмотреть, себя показать. Флаг, как у истинных патриотов, имеется. Да. Светлый такой. Дом полностью переделан. Такого он года? Это дом 1997 года. Тоже не сильно старый. В принципе, большинство домов Селабрэйшн. Селабрэйшн был построен в этих годах. Заходим. Давайте зайдем. Те же полосы. Красота-то какая. Тоже все такое светлое. Да, мы уже смотрели предыдущий дом. Они сделаны в похожем стиле. Я думаю, что в тот дом было больше вложено денег, потому что там переносились буквально все стены. Здесь стены остались. Поэтому я уверена, что от этого проекта он получит свое. Ага. Как эта комната называется? Это как? Библиотека. Офис. Офис тоже. Опять же, как мы всегда любим. Девочки, посмотрите. Винды погреб. Только не погреб. Пожалуй, я здесь на шкалу. Сюда выросла душечку. Ага. Ну-ка, можно установить. Ну-ка, давайте зайдем посмотрим. Как эта температура? Это такая же. Ну ладно, это неважно. Ну тогда это от грабителей. Такая стеклянная дверь. Так, идем дальше. Как это называется? Ливинг-Крум. Ливинг-Крум, да. Дом представляет из себя пять спален и пять с половиной ванных. Размер дома 640 квадратов метров, что есть 6874 квадратов фут, что получается больше, чем предыдущий даже. Вау. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Так, я говорю, что столовая, опять же, гостевая, да, находится рядом с входом. Смотрите, так же сделана кухня. Очень элитично. Другие проекты, да. Вау. Такие же поверхности. Смотрите, здесь еще одна столовая зона. Здесь еще одна столовая зона. То есть здесь их две. Класс. Просторно. Такое дерево обработано. Так же здесь находится холодильник, морозильная камера в двух углах. Раз и два. Все по феншую. А, мужская и женская половинка. Там овощи, там мясо. Вайкинг, это викинг апплайенсис. Апплайенсис одинаковые у них попытались. Да, видите, это тоже на газу, как и в прошлом варианте. Очень дорогие. Да, это видно. Вытяжка такая шикарная, здоровая. Потому что если на всех плитах одновременно здесь готовить, то здесь нужна хорошая вытяжка. Что тут еще? Опять же тот же камень. Невыясненной породы, но натуральный. И такой тоже толстый. А это, как можно сказать, барная стойка. Очень удобно. Такой островок, барная стойка. Это обязательно посудомоечная, да? А, микроволновка. Или печка? Это микроволновка. Ага. Шкафчик нормальный такой все вместится может. А, печка здесь, да? Вот поменьше. Да, здесь духовка, а здесь маленькая духовка. Классно. Можно, например, поставить что-то с готовой духовкой, чтобы не остыло. Можно на медленную температуру поставить в отдельный шкаф духовный. Отлично. Так, давайте дальше исследуем. А лестница какая красивая. Мы сейчас до нее дойдем, да? Здесь кладовая. Кладовая. Кладовая, кладовая. Пожалуйста. Здесь для... А, гардеробная, да? Да, для... Когда вы приходите домой, можно снять плащики, повесить зонтик. Я не знаю, зачем это. Шуба. Валенки поставить. А вот еще какая красивая люстра. Я думаю, здесь только на люстрах сколько денег потратили. Люстры красивые какие. Сваровские. И лестница. Я думаю, вот эти перила тоже... Мне кажется, это под заказ сделано. Все. Ну, конечно. Ну, размером. Да, да. Скажи, это 100%. Значит, здесь мы в какой-то с нового лили-комната. Комната для приема гостей. Правильно. Мы заходим в хозяйскую спальню. Так, сейчас зайдем. Подождите. Мы не с тобой, это бухня хозяйская спальня. О, шикардос. Ну, это точно Сваровский. В его стиле. Да. Да, 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 да. Красота. Смотрите, как здесь можно красиво проснуться в утром. Да. Мастер бедрум всегда находится около бассейна, если он есть. Имеет выход к бассейну, если он есть. Здесь такая зона. Это приличная. И барбекю есть, куда поставить и разгуляться. Посмотрите. Раздолье здесь для фантазии есть. Можно все уютненько сделать и красиво. Давайте пройдем в ванную. У меня уже хорошее чувство. Очень большая и светлая. Посмотрите. Такая же, кстати, да, как в прошлом доме. Да, такая же банда. Ну, видишь, один и тот же инвестор. Да. Все скупает, как сказать, в одном месте. В двух экземплярах. Да, да, да. Ну и все, потому что есть разница, конечно. Конечно. Не, ну очень красиво. Зачем очень? Очень интересно. Покупать что-то другое, если... Посмотри, какой огромный душ. Да. Да и душ-то такой. Смотрите, какой интересный. Эксклюзивный. Наверху рейншауэр называть. Ага. В хоум-де-фото вот такой падение купишь. Вот слив даже какой красивый. Все такое стильное. Обязательно две раковины. Ой, какая люстра, блядь. Да, люстра здесь, конечно, везде очень красивая. Большая. А, ну и, конечно же, есть отдельно под дверью. Нет, не угадала. А где он? Ку-ку-ля-ля. Потеряли туалет. Вот он. В этом, да. В этом доме... Унитаз. Угу. Его и её. Да, они не такие большие, как там, но... Для минималистов, кто не сильно много любит шмотки. Ну, спальня такая очень открытая, светлая, со всех сторон окна, воздушная. Вот он стоит. Давайте пройдёмте здесь... А, это половинка. Половинка, дайте. Гостевой туалет. Да, гостевой туалет. Здесь туалеты тоже такие хорошие. Не одну тысячу долларов стоят. Вот, она в стиральной сушильной машинке. Эта комната называется прачечная, да? Или как-то так. Выдвигается. Гладильная доска. Гладильная доска. Ага, очень удобно. Отлично. Так, а это что? А это, в общем-то... А, нагреватель воды. Угу. Да. Водонагреватель. Ну и можно что-то сам, в принципе, тоже положить, сложить. Так, ну что, понятно, красивые лесенки? Да. Проходите, пожалуйста. Да, давайте поднимаемся. Интересный потолок, мне кажется, если половина была чуть-чуть повыше. А, кстати, я вижу лестницу где, посмотрю. Да. А, хорошо. Я считаю, что если человек повыше, можно пригибаться. Да. Ну, как-то так. Видимо, это нельзя уже убрать из конструкции. Штампчик. Здесь очень много именно таких помещений кладовых. Угу. Куда можно барахла спрятать. Барахла всегда много у всех. Да. Поэтому... Так, вот одна спальня. Ага. Так, санузел. Так, вот такой приятный. Ванная. Все очень даже симпатично. Светло, куда здесь выход. А крыша это называется шингл, да? Шингл, да. Шингл, да. Шингл, но он такой особенный. Грай графитная можно это называть по-русски. Это когда смешивается асфальт с... С... С гудроном. С крошкой какой-то. Графитной крошкой. Ага. Хорошо. Крыша новая. Она поменена в этом доме. Совершенно новая. Вот тоже эта система охлаждения. Которую можно регулировать с мобильного телефона. Угу. Так, это, можно сказать, детская, например, юношеская. Да, маленькая комнатка, но... Да, маленькая комнатка, но... Да, маленькая комнатка, но... Для ребенка. Да, достаточно. Угу. Ой, какая вамная там. Симпатичная. Давайте пройдем посмотрим. Мазалька на полу. Полы здесь вот деревянные. Тут уже плитка идет. Тоже сила. Здесь, да. А здесь плитка, мозаику. Все положено. Здесь тоже такой гранит или... Или мрамор. Это мрамор. Угу. Угу. Так, а здесь у нас что? Скорее всего... Нет. А, такой, для полочек. В общем, небольшой. Клузет. А, огромная здесь. Гардеробная здесь. Гардеробная вот большая, да. Для девочки очень даже приличная, надо сказать. Давайте дальше идем. Еще одна спальня. Здесь уже для кого-нибудь. для гостей. Для гостей. Идем побольше. Да. Уже с телевизором. Понимаешь... Посмотрите, какая светлая гардеробная. О, да. Слушайте. Слушайте. Хочу такую гардеробную. Тоже окна со всех сторон практически. Угу. 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 Потому что город Пиндзе и дома не имеют очень больших дворов. То есть они есть. Они есть. Да, достаточно плотно. Но вот этот двор, он находится на почти 19 тысяч квадратных, 1752 квадратных метра, что представляет из себя почти 19 тысяч квадратных сут. То есть он достаточно большой. А вообще дом, дом под кондиционером. Дом 6... Который heated area, атафрированная, охлаждающая area, 6874 квадратных фут. Скорый фут. Что есть из себя 639 метров квадратных. Так. Налоги. Да, налоги. Налоги здесь 17,5 в год. Дороже, чем дороже. Опа. А почему так интересно, да? Вы знаете, может быть... Потому что он и подороже, а насколько он дороже, чем тот? Нет, мне от этого зависит. Да? Это зависит от вообще размера дома, но они одинакового размера. Земли здесь больше. Я задавала этот вопрос агенту, но он мне ответил тем, что эти налоги были как на момент покупки. то есть, наверное, у того дома тоже повысится в итоге. Может быть, у этого понизится. На самом деле, все знают замечательно, что если кто-то покупает этот дом для себя, естественно, вы можете делать homestead exemption, да? Это уже было много рассказано. То есть, налоги будут ниже. Угу. Это мы отдельно поговорим. Вот интересно, я расскажу. Да, обязательно. То есть, с налогами можно поиграть. Давайте посмотрим. Какой-то отдельный стоящий дом, да? Я очень надеюсь, да. Потому что здесь гараж у нас. Ку-ку. Гараж, давайте. Наду машину. Гараж. Да, конечно. Обязательно. Я думаю, вот это вот может быть тоже гараж. Нет. Это что-то другое, да? А, вот это домик, да. Посмотрите. А можно просто здесь жить? Посмотрите-ка. Да, у нас очень… Вот мне бы это хватило. У нас в стране, но вообще в Celebration это был первый город, который стали строить в основном квартиры над гаражами. Угу. Здесь, видимо, земля позволила сделать просто отдельно стоящий домик. Понятно. И квартиры над гаражами обычно можно сдать… Да. За тысячу, триста, тысячу, двести. В зависимости от размера. Если это на дворе две машины гаража, то это будет поменьше, и можно сдать за тысячу двести или побольше за тысячу триста, да. Вот. Эти квартирки сдаются в нормальных домах, но я думаю, что сто купит дома за МЦ. Он не будет сдавать. Да, да, да. Это понятно, что это, например, домик для выросшего ребенка или наоборот для родителей, например. Вы знаете, очень многие, особенно люди в Бразилии, они покупают дома с такими гостевыми домиками, чтобы привезти сюда своих бразильских нянечек или мэйд. Нормальненько. Укаживала, да, задумала. Я уже не первый раз это вижу. Привозят. Или маму, например. Да, да, да. Родителей. Или наоборот, я говорю, может быть, вырос ребенок, уже взрослый, и тут почему бы и не разгуляться. Вот, посмотрите. Здесь можно, конечно. Здесь отдельный санузел есть. Ага. Просто половинка, только туалет. А там наверху что, если прогуляться? Я думаю, что там спальня. Спальня? Это гостиная. Ага. Отличная гостиная. Давайте поднимемся наверх, посмотрим. Здесь тоже, посмотрите, это дерево на полу. Может быть, кованая решетка. Настоящее дерево, точно. О, смотри, риска. Спальня. Тут даже не поставили кровать, смотрите, и так все понятно. Здесь будет кровать, должна быть. А вот здесь тоже такая зона уютная, предполагается. Угу. Да-да-да. Ну, вполне себе. И вот уже здесь ванная есть. Да, они что-то и домик. Да. Они очень большие, на самом деле. Здесь вот, ну, не гардеробная, но кладовка с полочками. Это гардеробная. Да? Гардеробная. А, ну, в принципе, да, что-то я не увидела. Вот уже можно все повесить. Правда, это гардеробная. Да, гардеробная. Все нормально. Все сложить. Положу. Рассажирный фразмер, это, если мой домик, он намного больше, чем обычный гараж. Угу. Конечно. В общем, здесь вот должно быть спание. А это такая тоже зона. Я, честно говоря, даже не могу представить, что можно здесь сделать. Потому что у нас гостины уже есть внизу, да? Да-да-да. То есть, в принципе... Кабинетик. Ну, кабинетик можно, да. Кабинет можно. Я бы здесь сделала кабинетик, на самом деле. И вот... Потому что дверь закрывается. Вот, пожалуйста. Человек там может спать, а здесь можно работать. Да, очень классно. А вот, посмотрите, выход... А этот дом, кстати, ремонт, да, по-моему? Вау! Вот этот дом, он будет ремонтироваться и сдаваться, наверное, потом. Мне так кажется, что, возможно, тот же самый инвестор. Да, возможно, он сейчас будет это все отделывать и перепродавать. Потому что те, кто открыли этот дом, они... Я видела, что они там работают. Я думаю, что тот дом мы как-нибудь тоже посмотрим. Смотрите, что интересно, чего не было в том доме. Здесь отдельный вход в этот апартнер. То есть... Это классно. Люди могут даже не пересекаться. То есть, кто у вас здесь живет, они могут пойти погулять, и они не будут проходить через ваш дом и через горы, чтобы зайти внутрь этого домика. Да, но тут все есть. Тут, в принципе, это, можно сказать, автономный домик. Да. Так и есть. Здесь есть кухня, здесь есть спальня, кабинет. Да. Ливенкрум. И отдельный вход. Обеденная зона. И гараж. Да, и гараж на одну машину. Вот. Можно вот здесь я буду жить? Хотя бы. Мне хватило бы. Нормально. Тут вот выход в бассейн, пожалуйста, тоже имеется. Очень мило. Мне понравилось. Очень мило домик, да. Так, домик можно и за полторы тысячи ставить. Да? Вот вам и налоги покупают. Меня спрашивали про налоги. Вот, пожалуйста. Да, да, да. Здесь мы уже были. Платить денежку. Отдельный вход. Он не будет мешаться. И вот вам, пожалуйста, покрытие налогов и других. Ну, или это какой-то, я не знаю, может быть, какие-то, если близкие, родственники, друзья тоже могут. Очень удобно. У меня тоже есть квартирка над гаражом. Приезжают гости с Англии. И мне очень всегда удобно встать, например, проснуться в 4 утра и греметь в кочеварку. Да, да, да. Я очень рада. Их отправляю в дом свой. И они там стоят в любое время. Да. Потому что, не знаю, во времени вот это джет-лэк, да, адаптация во времени и так далее. Да. Вот очень удобно на самом деле. Естественно, у меня там маленькая такая, совсем не такая, но все-таки какой-то угол есть. Так, что мы еще здесь не видели? Наверное, мы обошли, в принципе, все. Да, вот мы снова находим. Завершающее слово. Завершающее. Ну... Скажите, скажите, как быстро может продаться этот дом? Насколько вообще это безопасно, вкладываться в такое? Честно говоря, это очень зависит от многих факторов. На данный момент у нас, известно, по миру идет карантин. Если помните, я показывала другой дом в другом видео, который продался за шесть дней, за три с половиной миллиона. Точно похожий проект. Не так давно. Да, среди земноморского стиля продался там в течение шести, то ли десяти дней. Угу. За ножичку. Да, то есть, в принципе, сейчас очень много все зависит от того, когда откроют границы. Потому что у нас очень много покупают миллионеров из Бразилии, именно людей с деньгами. Они прилетают с наличкой, покупают в Celebration дома, потому что им нравится быть рядом с Диснейлендом. Вот эта вся атмосфера города очень нравится. Приезжают с северных штаток, очень много приезжают с Нью-Йорка, с Нью-Джерси, но сейчас, к сожалению, все закрыто. И, как бы, покупателей пока на данный момент нет. Вот. Ну, настолько много, как было, да. То есть, все местное, что во Флориде какие деньги крутятся, то и покупается, продается. Вот. Естественно, эти дома, скорее всего, будут для приезжих людей. Может быть, он продастся и быстро. Его убирали на какое-то время с рынка, чтобы доделать какие-то нюансы. Сейчас опять выставили. Ну, прогнозировать сложно. Честно говоря. Какая цена у него еще раз озвучила? 2 миллиона 895 тысяч. Ну, могут и подвинуться, да, если уж начать торговаться. Торговаться нужно всегда. Торговаться, нет покупки без торговли, да. В отдельном видео давайте еще снимем что-нибудь про финансирование. Тоже люди спрашивают. Да. Интересная тема для людей. Конечно. Не только если за кэш. Может быть, еще, чтобы помог банк немножко. И кому он может помочь, и при каких условиях и так далее. Ну, если, да, это будет отдельным видео. Отдельное, да, да. И немаленькое. Естественно, чтобы купить такой дом, это нужно дешевле. Джамбо Лоон. Это совершенно другие требования у лендеров. Ну, да, это... Нужно разговаривать, да. Конечно же, банк должен понимать, что вы можете ему платить такие деньги в месяц, да? Естественно, да. Там идут более ужесточенные проверки, чем в обыкновенном доме за 300 тысяч. Да. То есть до Джамбо это 535, по-моему, 520-535 тысяч можно взять до этого большого Лоона. А Джамбо это уже Джамбо. Там свои проверки, да? Да. Давайте посмотрим сейчас дом снаружи, как он выглядит. Какой у него фасад и так далее. Ну, такие милые домики у соседей здесь. Ну, а это вот целый дворец принцессы. Мне интересно, мы так и не нашли гараж. Не может быть в таком домике. Ага, гараж. Да, гараж. Вообще здесь... Может быть, с той стороны? Написано, что гараж на 4 машины. Значит, он есть. Где-то они есть. Он с той стороны. Наверное, с той стороны. Давайте его попробуем найти. Все-таки. Все-таки. Да. На одну машину мы видели. Это тоже не гейтовое комьюнити открытое. Нет, это не гейтовое комьюнити открытое. А сколько здесь H-Way? Тоже. Восемьдесят долларов. Восемьдесят. Да. Восемьдесят долларов в месяц. Всего-навсего. Представляете? Просто семнадцать тысяч в год налоги. Всего-навсего. Которые вам может оплачивать ваш тенант, если вы поселите в той квартирке. Да, 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 да. Нет, он где-то должен быть. Он где-то должен быть. Мы сейчас обойдем. Иначе бы не писали, что... Вот эту траву должны стричь сами владельцы. Хозяев. А чего я не спешу? Здесь каминная труба. А каминная нет. Здесь шкаф. Ну, решили, что он не нужен. Камин-то. Интересно. Ну, просто как деталь. Интерьера, да. А каминная? Декора. А-а-а. Да, это точно. Это был шкаф. Я не понимаю, где нам найти гараж. Так и нет. Может, на втором этаже? А, подъезда-то нет. Получается, как загадка. Вот, посмотрите, вот этот дом, который должен строиться. Покажем его еще с этой стороны. Все говорит о том, что, да, его скоро будут обустраивать. Вот такой большой контейнер стоит со строительным мусором. Пожалуйста, не свои вещи туда не складывайте. Надпись гласит. А мы идем в поисках гаража сейчас. Мы его, по-моему, нашли уже. Гараж должен быть на три машины у нашего дома. А то с внешней стороны гаража не было. Вот он, да? Отлично. Здесь гараж на две машины. Да, вот я слона-то и не заметила. Вот такой вот гаражец. И еще, да? Здесь гараж на одной, и там гараж на одну машина. Так, а почему же на три машины, когда на четыре? Все-таки, значит, на четыре. Сейчас он пустой, конечно же. Вы хотите зайти в мою машину? А что, можно? Поговорим, что открыто. Гараж и гараж. Гараж и гараж. Гараж и гараж. Гараж и гараж. Не убиться. Ага. Ну, давайте посмотрим. Не убьемся. Так, гараж. Вот здесь вот, получается, две машины. И вот здесь одна. Какую-нибудь спортивную, красивую. Маленькую машинку. Угу. Так, и еще. Значит, получается, на четыре машины. А, к домику, к этому. Да, маленькому. К домику. Эти машины открываются с пульта. Только вот этот, он открывается механически. Видимо, это для какой-нибудь экзотик-кар. Ага. Экзотик-кар. Экзотическая машина. Так. Ну-ка, пройдем-ка мы здесь. А, вот он, выход отдельный, к маленькому домику. Да-да-да. И вот он, соседний дом, который строится. Все понятно? Да. Видите, вот посмотрите напротив этого дома, вот квартирка над гаражом. Это будет такая, достаточно маленькая, намного меньше той квартир. Но, в принципе, то, что есть во многих домах все больше. Это отдельно стоящий гараж и квартирка над гаражом. Вот там, например. То есть, в основном, это кухня, небольшая гостиная и спальня. И ванны с туалетом. А чего же еще? Да? А что еще можно желать? Да. О чем еще мечтать? Да. Если вам интересна еще любая тема по недвижимости, какие-то дома, я могу показать, сделать подборку домов по любой другой ценовой категории. Сегодня просто нам предоставилась такая возможность, нам разрешили посмотреть эти дома, и я просто не хотела ее упускать. Естественно, дома высокой ценовой категории, но мы можем найти за 400 тысяч, за 500, за 600. Иногда просят за 100, но я говорю, что, наверное, таких нет домов. За 100, да. Это можно найти. Одна бедрумная конда. Да. Скорее всего, да. Но тоже можно найти конда. Людей тоже интересует. Конечно, таунхаусы можем смотреть в других районах. Сегодня я хотела вам рассказать про Celebration. У нас очень много замечательных районов. Я могу в отдельности рассказать про каждый из них и показать недвижимость всех районов. До следующего раза. Задавайте свои вопросы. Будем отвечать. Пока-пока. Пока-пока. Мы в Винном, в таком ресторанчике, заказываем блюда. Взяли вот такое вот вино, бутылочку. И что еще взяли? Взяли чизплей, взяли туну и еще что-то. Ну, в общем, вот так сидим, отмечаем. Так, ну что, за старт? Да. За за старт? Да. Вот для выставки экзотических машин. Экзотическая машина очень старая. Есть экзотическая, есть выставка ретро машин. Экзотика это все вот эти вот последние новинки. А где именно проходят? Именно на эту улицу. Да. Надо будет приехать. Вот он пролефал. Ага, навонял нам. Это какой-то ужас. А вот здесь, по-моему, закрыто. А может быть, открыто. Нет. Можно заходить. Только не больше, чем пять человек. Еще. Мне очень нравится. Вы охватывали уже районы Вентермира, Вентергард. Какие районы вы еще охватывали? Мы все охватывали, но еще можем охватить заново. Так вот, нам тут вкусняшку такую принесли. Мне очень нравится овалу. Это туна тартар. Это такая туна, нарезанная. Сырная тарелка и флэтбрэд. Это типа пиццы. Что там? Ну что, мы осилим? Давайте осилим. Давайте. Все. Еще раз. Если мы не спешим, давайте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок